Троицкая стала региональной столицей ездового спорта. Там состоялся областной чемпионат «Снежный драйв Сахалина». Он собрал 16 гонщиков из Анивского, Долинского, Корсаковского районов, а также из островной столицы. Лучших выявляли в четырех дисциплинах. На спринтерские дистанции выходили мужчины и женщины как на нартах, так и на лыжах. Чем завершились соревнования, расскажем далее. До старта еще несколько минут, но собаки уже рвутся на дистанцию. Эйнар, Эйка, Эрик и Элита вместе чемпионский квартет. Они соревнуются уже семь лет. За это время становились лучшими в Сахалинской области. На этих заездах титулованной четверкой впервые управляет Анастасия Вандышева. У нас был осенью дебют, вот как раз с Ингой в кроссе. Мы с ней заняли первое место, выполнили первый разряд, прям сразу же. И вот сейчас первый раз на нарте четверки мы участвуем, пробуем зимние дисциплины ездового. Попробовать их может любая собака. По породам здесь ограничений нет. Совсем по-другому дело обстоит с готовностью питомцев. Ветеринары на месте проверяют животных сразу по нескольким показателям. Основной из них – наличие прививок. Проверяется пасть, проверяется наличие, есть ли какие-то повреждения на лапах, как животное двигается, нет ли каких-либо заболеваний, которые могли бы мешать движению на трассе. И исключаем также заболевания сердца. В этот раз ветеринара прошли все команды. В итоге стартовали в соревнованиях 26 животных и 16 гонщиков. Выступали как на лыжах, так и на нартах. В последнем случае в упряжке были по 2, 4 и 6 собак. По регламенту соревнований в таких компаниях должна быть дисциплина. Агрессия между собаками, ну и в том числе также по отношению к людям, это у нас также один из моментов, за который безоговорочно дисквалифицируются участники. И вплоть до того, что не только дисквалифицируются, но и можно принять решение, если это неоднократно было, если собаки не могут себя вести нормально, то в дальнейшем такие собаки вообще не допускаются к соревнованиям. Здесь спортсмены сражаются не только за медали, но и за путевки на всероссийский турнир. Места в итоговом протоколе играют не самую важную роль. Ключевым фактором остается финансирование. Кто из гонщиков потянет затраты на поездку, тот и отправится на чемпионат России. Чаще всего в таких не совсем, скажем так, популярных видах спорта финансирование особо не уделяется. Спортсмены вынуждены ездить, летать, возить собак за свой счет. Соответственно, немногие это тянут. Стандартный билет на самолет, я не знаю, кто как успеет купить, раньше купишь, дешевле будет. Собака, например, перевозка собаки аэрофлотом такого размера, как у нас, обходится 15 тысяч в одну сторону. На такие жертвы в этом году пошли два спортсмена Сахалина. Они в начале марта отправились на чемпионат России в Вологодскую область. Следующий турнир такого масштаба состоится через год.